Всем доброго времени суток, добрый день те, кто смотрит нас в Америке, добрый вечер в Израиле, в России. И у нас сейчас будет лекция, конечно, посвященная наступающему празднику дарования Торы, праздник Шивот, еврейской традиции, время дарования Торы. Сегодня мы с вами поговорим о, наверное, дарования Торы немножко в современном контексте, посмотрим традиционные еврейские тексты. И вопрос, который я хотел бы задать сегодня, это, наверное, вопрос о том, какая она, Тора, для нас с вами в 21 веке. Как мы исполняем, наверное, самую важную заповедь еврейской традиции, учебу Торы, и в чем уникальная особенность нашего с вами времени. Тему этой лекции я назвал Тора, Израиль и Всевышний. Ну, собственно, само название, как вы знаете, наверное, это некая аллюзия, некий намек на очень известное изречение наших мудрецов, каббалистов, о том, что «Куча бригу варайта в Исраэль хаду» на арамейском языке. Они сказали, что Всевышний, еврейский народ и Тора едины. Это очень красивое изречение наших мудрецов, которое, в общем-то, говорит о том, что, по большому счету, Тора – это душа еврейского народа. И учеба Торы – это совершенно уникальный наш способ ведения диалога со Всевышним. Действительно, если мы посмотрим на то место, которое Тора занимает, где евреисти во всем, что связано с еврейской традицией, с иудаизмом, многочисленные комментаторы подчеркивают значение изучения Торы, это самая большая измит свод. Мы читаем об этом в утренних благословениях, когда говорим благословения на изучение Торы утром. И подчеркиваем то, что Всевышний избрал нас из всех народов, даровал нам Тору. Ну, об избрании мы еще немножко поговорим. Одна из довольно непростых идей для современного человека в 21 веке живущего, когда все сегодня говорят об универсализме. Тема избрания – очень важная тема. И тут же мы читаем с вами небольшие отрывки из Талмуда для того, чтобы выполнить заповедь учебы Торы, чтобы не получилось, что благословение, которое мы говорим, мы произносим его впустую. И мы с вами читаем о том, что награда за учебу Торы превосходит награду за все остальные заповеди. Мы с вами говорим о том, что учеба Торы – это исполнение самой большой заповеди из всех, которые у нас есть. Все это мы с вами знаем. Но сегодня мы с вами попытаемся посмотреть на несколько довольно важных, на мой взгляд, отрывков из письменной Торы и из устной Торы. Как вы знаете, как в известном анекдоте, когда евреи получали Торы на горе Синай, когда они узнали о том, что Торы бесплатные, они сказали, давай нам две. В итоге мы с вами получили письменную и устную. Это, конечно, шутка. Но если всерьез, то можно говорить о том, что, конечно, без устной традиции, без традиции интерпретации понимания текста, наверное, Тора была бы чем-то совсем другим. И вряд ли бы занимала такое важное место в жизни еврейского народа, которое она занимает сегодня. Поэтому, конечно, мы с вами коснемся нескольких важных, принципиальных, на мой взгляд, отрывков, как из письменной Торы, так и из Талмуда. И в заключении мы попытаемся найти некоторое направление движения в 21 веке, которое, на самом деле, я думаю, есть в еврейской традиции, безусловно. Просто перед нами стоят, возможно, некоторые вызовы и задачи, которые не стояли перед предыдущими поколениями. И, ну, если мы говорим об особенности нашего времени, мы можем вспомнить о том, что мы с вами живем в эпоху постмодерна, в эпоху, когда вообще любые поиски абсолютной истины достаточно сложны, когда в мире господствует понимание того, что истина, она очень фрагментарна, и каждый из нас несет какой-то определенный аспект понимания вещей, но он очень субъективный. Все эти вещи, они, конечно, очень затрудняют понимание многих традиционных еврейских идей, и об этом мы с вами сегодня тоже поговорим. Ну что ж, давайте начнем, наверное, с, собственно, центрального отрывка того места в тексте Торы, где, собственно, описывается процесс дарования. Мы не будем сейчас касаться непосредственно десяти заповедей, так называемых десяти заповедей, правильно было бы их назвать, десятью речениями, а непосредственно посмотрим на предыдущий отрывок, где, как мне кажется, достаточно важная идея для нашего с вами сегодняшнего понимания, для нашей лекции, даже несколько идей. Сейчас у вас появится на экране отрывок, достаточно широко известный нам отрывок. Это глава Ятро и девятнадцатая глава, мы с вами читаем. В третьем месяце после исхода сынов Израиля и земными царями в этот день пришли они в пустыню Синай. Кстати, интересно, что мы с вами начали читать книгу Бамидбар, четвертую книгу Торы, которая называется «В пустыне». Время дарования Торы в нашем календаре почти всегда соответствует началу чтения четвертой книги, книги Бамидбар. И Тора была дарована Бамидбар в пустыне, в пустыне Синай. По этому поводу есть много интересных комментариев. Один из самых известных комментариев состоит в том, что Тора может быть дана только человеку, который буквально себя опустошает, делает себя подобной пустыней. Это очень интересная идея, которая говорит о том, что человек для того, чтобы по-настоящему получить Тору, должен как-то немножко выйти из собственной гордыни, из своих, может быть, каких-то устоявшихся представлений и быть готовым к тому, чтобы учиться. И я думаю, это, наверное, очень важная мысль, очень важная идея для многих учителей Тора сегодня. Не только для тех, кто делает первые шаги, а может быть в особенности для тех, кто уже много лет учит Тору продолжать оставаться тем, что в еврейской традиции называется... Мы знаем, что еврейский идеал мудреца — это Талмид Хахам. Здесь сочетаются две концепции. Человек, который уже достиг определенной мудрости — это Хахам. Талмид — это ученик. Здесь совмещаются две эти вещи вместе. Здесь есть понимание того, что это определенная динамика человека, который продолжает быть открытым в новом знании. И поэтому он Талмид, он ученик. А мудрец в еврейском понимании, как говорят об этом наши учителя, эйзу хахам, аламед миколадам. Мудрец, подлинный мудрец — это тот, кто готов учиться у всех. Мудрец — это не состояние завершения, а это некий процесс. Мы с вами говорим о том, что для того, чтобы по-настоящему получить Тору, человек, наверное, должен быть готов постоянно к этому диалогу, постоянно к открытию новых смыслов Торе, постоянно к тому, что он, по сути, знает лишь то, чего он не знает. И мы помним, кстати, по этому поводу некая парафраза одного из величайших греческих мудрецов. Платон в свое время сказал, цитирую Сократа еще, о том, что я знаю, что я ничего не знаю. И, ну, в каком-то смысле, похожая идея есть у нас тоже. Понимание того, что любое наше знание — это лишь шаг на пути к новому знанию. И вот это состояние пустыни, состояние готовности принять. Это то место, где Тора нам была дарована. Еще интересно также и то, что пустыня в каком-то смысле — это, конечно, идея экстерриториальности. Пустыня не принадлежит никакой отдельной нации, никакому отдельному народу. И мудрецы, когда они говорят об этом, конечно, намекают на другой очень известный метраж, где говорится о том, что Тора была предложена всем народам мира, но они как бы от нее отказались. Здесь идея, наверное, о том, что Тора действительно — это знание, которое должно принадлежать всему человечеству. Еврейский народ здесь занимает особую роль. Мы в каком-то смысле здесь являемся первопроходцами. Мы должны в итоге стать учителями для всего человечества в приобретении этого знания. Но пока, прежде всего, мы должны, наверное, по-настоящему понять, как это знание получать сегодня в 21 веке. И вот мы с вами продолжаем читать 19 главу. «Отправились они из Рафидим, пришли в пустыню Синай и расположились с Таном в пустыне. И с Таном стоял Израиль против горы». Вот здесь очень интересно, что «Станом стоял Израиль против горы» написано при евреем в единственном числе здесь. Посмотрите комментарий Раши, который сейчас я открыл. «Станом стоял Израиль, как один человек, единодушно». Очень красиво написано на еврейском языке «Кеиш-эхад-белев-эхад» «Как единый человек с единым сердцем». Это единственный случай в еврейской истории. Мы знаем, что два еврея – это три мнения, четыре разных политические партии и так далее. Есть куча анекдотов на эту тему. Но вот это, наверное, тот самый единственный случай в нашей традиции, когда мы, евреи, единодушно, единодушно готовы были принять Тору, вообще готовы были согласиться на что-либо. Это, наверное, единственный такой случай единения народа. Другие стоянки, как мы видим, были с раздорами. Об этом говорит Медраж Михиль, Тараша цитирует этот Медраж. «Кеиш-эхад-белев-эхад» означает также и то, что вот это состояние единства, ведь на самом деле есть у нас две возможности достигнуть единства. Мы можем вспомнить единство Вавилонской башни, когда тоже были двори необходимы, у всех были единые мысли там. И это единство, которое делает из человека винтик. Есть известный Медраж о том, как строители Вавилонской башни не обращали внимания на падающих людей, но сокрушались по поводу каждого камня, каждого кирпича, который у них падал. Стройматериалы были важнее людей. Мы с вами знаем из не столь далекой истории нашей с вами страны, где большинство из нас родилось, те, кто слушает эту лекцию по-русски, что, к сожалению, подобного рода Индии стали реальностью 20 века. И вот эта очень тяжелая история строительства коммунизма в Советском Союзе в отдельно взятой стране, наглядный пример того, как на протяжении целого поколения из людей делали винтик, жуткая совершенно вещь, мы понимаем, что такое единство, которое поглощает человека, не дает ему возможность реализоваться, это единство очень плохое, Тора выступает категорически против такого единства в Вавилонской башне, а единство, которое у нас здесь, это единство, когда каждый сохраняет статус Иш. Поэтому слово Иш на иврите всюду у Тории, Душон Хэшевут, означает некое что-то значительное, существенное, так же и здесь, как один человек единодушно не означает, что каждый из этих людей растворялся в общей массе. Нет, он оставался самим собой, и голос, подобного тому, как в хоре, когда люди поют, голос каждого слышен, сливается с другими, но значительен, играет какую-то роль, или может быть даже еще лучше, пример, оркестр, когда разные инструменты играют некую партию вместе, и каждая роль, роль каждого из нас, она важна. Нету незначительных людей, нету людей, которыми можно пренебречь. Это то, что открывается нам здесь в процессе дарования Тории, очень важная идея, идея того, как, наверное, мы должны прийти к этому идеалу, единство, при котором мы не поглощаем какие-то части народа, мы не пытаемся насильно обратить какие-то части народа в нашу веру, в наше понимание того, как правильно изучать Тору, как правильно к этому подходить, а приходим к пониманию некого такого общего консенсуса, который в основе этого консенсуса лежит, конечно, Всевышний, и лежит Тора. И нам это еще предстоит. Нам, нашему народу, это еще, конечно, предстоит. Это то самое дарование Торы, которое из поколения в поколение нам напоминает о том, что вот этот идеал еврейной горе Синай, к которому мы с вами идем. Дальше идут очень красивые, здесь несколько очень красивых пасуков, очень красивые отрывки из Торы, которые я сейчас вам прочитаю, вы видите, у вас на экране. Машер зашел к Богу, возвал к нему Господь с горы, сказав, так скажи дому Яхова, вы согласите нам Израиля, вы видели, что я сделал Египту, поднял вас на крыльях орлиных и принес вас ко мне. Но здесь есть очень интересный комментарий. Раши на это место, подобно орлу, говорит Раши, который несет своих птенцов на крыльях. Все птицы носят своих птенцов в лапах из страха перед птицей, летящей над ними. Но орел опасается только человека, как бы тот не метнул в него стрелу, ибо никакая птица выше его не летает. Поэтому он несет птенца на своих крыльях. Решив, лучше пусть стрела попадет в меня, но не в моего птенца. И Всевышний аналог этого орла, который несет нас на своих крыльях, я также поступил, переместился, ангел Всевышнего вошел между странами Египта. Мы помним, когда Всевышний защищает нас, как бы сам защищает нас перед египтянами. И вот это очень красивое место, конечно, в тексте Туры. И ныне, если слушать будете голоса моего и хранить мой завет, то будете мне, написано, Сегула Миколь Наами, сокровищем из всех народов. Другой перевод, достояние среди всех народов. Мне нравится перевод сокровища, ибо мне принадлежит вся земля. Идея избрания еврейского народа, эта идея особенно сложная для большого количества секулярных евреев, для большого количества людей, живущих в наше время, когда ценности общечеловеческие, идея равенства, братства и так далее, они стали достоянием человечества. И как понимать вообще идею избрания? Ну, во-первых, мы видим, что избрание, оно связано с судьбой всего человечества. Ибо мне принадлежит вся земля. Будете мне царством служителей, святому и святым народом. Если есть святой народ и служители, означает, что есть и другие народы. По сути, мы говорим с вами о том, что еврейский народ возлагает на себя ответственность, особой близости, особых отношений с Творцом, становясь народом, который, по сути, прокладывает дорогу к божественному откровению для всего человечества. И вот очень важно понимать, что избрания не означают, что мы биологически чем-то отличаемся от других народов. Это, конечно, не так. Мы знаем, что кровь всех одинакового цвета. Все произошли от первого человека, от дама. Есть много изречений на эту тему. Почему человек с Афаром в единственном числе, говорят о мудреце Талгуда, чтобы научить нас, что каждый человек – это целый мир, это относится ко всем людям. В каждом есть образ и подобие Всевышнего. Но идея того, что еврейский народ подобным маслу, которое отделяется от воды, будет народом, который в итоге станет катализатором вот этой химической, не химической, конечно, реакции, я в качестве аналогии здесь привожу химию, катализатором процесса пробуждения всего человечества. И в этом цель, и в этом основная идея избрания евреев, конечно, это очень важная мысль. И пришел Маше, и созвал старейшего народа, изложил пред ними эти речи, которые заповедовал Всевышний, и ответили они весь народ вместе. Все, что говорил Всевышний, исполнил. Передал Маше речи народа Всевышнему и сказал Всевышний Маше, вот я приду к тебе в гуще облачной, чтобы слышал народ, как я говорю с тобой, и также тебе будут они верить вовеки. Рамбон говорит очень интересно, отсюда мы видим, что хотя Моисей уже давно зарекомендовался как пророк, Маше выводил, как мы помним, евреев из Египта, стоял во главе всего этого процесса казней, и евреи все это прекрасно знали и видели, все это происходило у них на глазах, как и рассечение моря. Даже рассечение моря еще окончательно не убедило евреев в том, что Моисей есть истинный пророк, и только когда они сами становятся свидетелями происходящего, только тогда будут они верить вовеки. Вот это написано здесь, во время дарования Тора. Очень интересный комментарий Рамбома, и действительно Рамбом отсюда выводит также идея о том, что никакие чудеса, собственно, не заставляют нас, по большому счету, уверовать в миссию того или иного человека, который убеждает нас в том, что он пророк. Вообще идея того, что евреи такой народ достаточно нелегковерный, жестоковый, как на старославянском языке это называлось, народ, который довольно трудно заставить во что-то поверить, именно этот народ Всевышний избирает, самый тяжелый материал, если хотите, самый упорный, потому что этот народ с таким упорством не готовый так просто принять вещи на веру, он будет народом, который будет хранить эту веру на века. И поведал Маше речи народа Всевышнему и сказал Всевышний Маше, тут у нас есть подготовка, написано слово «свети, готовь», это на иврите Кадеш, то есть есть три дня подготовки к дарованию Торы, любое значительное событие требует подготовки, и у нас с вами сейчас как раз время, несколько дней до дарования Торы, когда мы можем с вами подготовиться к очень важному событию в нашей жизни, к дню, который отмечает собой, наверное, самое важное событие еврейской истории, и что, собственно, уникально вот в том, что здесь происходит. Ну, наверное, одна из вещей, о которых мы с вами можем говорить, это то, что если мы посмотрим на историю практически любой религии, мы с вами видим некий паттерн. Иудаизм этому паттерну не следует. Практически любая религия начинается с того, что есть некто один, это может быть Иисус, это может быть Мухаммед, это может быть Заратустра, это может быть основоположник любой другой религии, большинство религий, которые мы с вами знаем, Будда, к которому приходит некое озарение. И дальше у него есть небольшая группа учеников, на которых это знание распространяется, и потом постепенно становится достоянием многих. Ну, мы видим, что иудаизм, еврейская религия говорит нам о неком уникальном событии, даровании Торы, которое происходит перед лицом всего народа. Народ специально к этому готовит. Каждый из этих 600 тысяч взрослых мужчин, а если мы сюда еще включим женщин, детей, которые тоже присутствовали при этом, мы говорим с вами о нескольких миллионах людей. Далеко не каждый из них был мудрецом, далеко не каждый из них был великим человеком, это были обычные люди, в принципе, это был народ. Но каждый из них присутствовал при этом важнейшем событии даровании Торы. То есть, на самом деле, здесь, в общем, достаточно уникальное утверждение еврейской традиции о том, как должен происходить диалог со Всевышним. Диалог этот абсолютно, как мы видим, абсолютно неэлитарный. Он не предполагает какого-то очень небольшого количества адептов. Он не предполагает, как это было в разных школах мистического знания, какой-нибудь Мадам Блавацкой, какие-нибудь закрытые Тосовские общества, или какие-нибудь идеи о том, что, которые были, кстати, у наших мудрецов, которые получили эту идею адептов. Мы видим тот же Маймонит, пишет «Путеводитель заблудших», что он, это знание, которое он излагает в книге «Путеводитель», он в каком-то смысле зашифровал, чтобы глупцы не споткнулись. Есть момент, где это необходимо, возможно, но в целом Тора доступна абсолютно всем. И уже в более позднее поколение мы с вами столкнемся с очень интересным спором на эту тему. Какой должна быть Тора? Должна она быть элитарной или должна она быть доступной всем? И это, по сути, спор двух школ. Школа Гилеля и Школа Шамая. Мы даже знаем, что Школа Шамая, которая была элитарной, но я люблю приводить пример Школы Гилеля и Школы Шамая, немножко утрируя, конечно. Тут у нас есть в Бруклине такой Kingsborough Community College. Это колледж, который доступен абсолютно всем. Как вы прекрасно понимаете, уровень знаний там чуть-чуть ниже, чем в Гарбаре. Ну, чуть-чуть я утрирую, когда я это говорю. В каком-то смысле я немного тоже так, конечно, утрирую, я говорю о том, что Школа Гилеля, которая принимала всех, во многом была подобна Кингсборо. А Школа Шамая, где требовались очень высокие критерии для вступления, как мы знаем, один из мудрецов установил в качестве критерия, Робан Гамриэль установил в качестве критерия, то Хо Кэ Баро, то есть буквально внутреннее соответствует внешнему, человек, который достиг определенной степени ценности как личность. Только такой человек мог вообще войти в Бэтмедраж Робан Гамриэля. Представляете, о чем будут речь? И огромное количество мудрецов перестали пускать. И только когда изменилось руководство, когда лидеры Школы Гилеля пришли к управлению, мы знаем, что добавили огромное количество скамей в Бэтмедраше и отсюда знаменитое выражение о том, что Бэтмедраж стал напоминать виноградник, огромное количество скамей, некоторые говорят 70, некоторые говорят 700, цифры варьируют. И суть дела мы с вами понимаем, что речь идет о двух разных подходах к Тории. И подход Гилеля, подход Школы Гилеля был подходом эгалитарным. Чтобы проиллюстрировать, насколько эгалитарным будет подход Школы Гилеля, мы можем вспомнить несколько знаменитых историй о том, как нееврей, язычник приходит сначала к Шамая, потом приходит к Гилелю с желанием перейти в иудаизм. И там есть разные варианты этой истории. Талмуд приводит несколько. Самые известные, когда он приходит и говорит, научи меня всей Тории, когда я стою на одной ноге. Кстати, очень актуально для нашего с вами времени, когда, вы знаете, сегодня психологи говорят о том, что attention span, время внимания, сколько человек может в состоянии, так сказать, выдерживать внимание для большинства американцев сегодня это несколько минут. Это именно то время, когда самая дорогая реклама по телевидению в Prime Time идет с перерывом буквально в несколько минут. Если вы смотрите американское телевидение, особенно в самое дорогое время для рекламы, какие-нибудь дорогие шоу или какой-нибудь там супербол, то каждые несколько минут это прерывается на рекламу. Человек привыкает отключаться. Несколько минут слышит, потом все. Мы с вами живем в эпоху вот этих одноразовых стаканчиках. То есть, по большому счету, да, использовал, выбросил. И понятно, что вот это накладывает отпечаток на наше мышление, на то, насколько мы готовы воспринимать глубокие истины. Шамай, абсолютно возмущенный таким подходом язычника, он его прогоняет. Он считает, что это издевать странатуры, и Шамай по-своему прав. Шамай, как подлинный мудрец тоже, ценит подлинное знание, ценит глубину. Ему такой подход человека, который хочет, так сказать, Тору ширпотреба, который хочет такую Тору поп-музыки. Дай мне за 2 минуты, за 3 минуты что-то мне объясни, пока я тут на одной ноге стою, а больше на больше я не готов. Он не готов к такому диалогу, он считает, что это несерьезно. Он считает, что такой человек с таким подходом никогда не придет к истин. И надо сказать, что Шамай по-своему прав, но мы подчеркиваем здесь достоинство другого учителя, Гилеля, который находит подход абсолютно ко всем ученикам. И он находит подход и к такому. И напомню вам, что это не еврей, это язычник. И что он ему говорит? Не делай другому того, чего себе не желаешь. Вот вся Тора остальной комментарии. В эпоху, в которой мы с вами живем, наверное, нам в особенности нужно научиться интерпретировать Тору на разных языках, чтобы Тора стала доступна и понятна разным ученикам, разным школам, разным направлениям. Внутри еврейского мира есть очень много разных подходов. И я думаю, что если мы сможем перевести, например, Тору на язык леволиберальных ценностей, которые многие в современном Израиле воспринимают как преграду, и я думаю, что во многом этот подход оправдан, но если мы посмотрим немножко глубже, мы с вами увидим, как говорил в свое время Равку, что абсолютно в любых идеях, которые есть в еврейском народе, присутствует некая искра божественная, искра святости. Как мы можем изглечь искру святости из идей леволиберализма, из идей, которые, на первый взгляд, абсолютно секулярны, не имеют никакого отношения к ценностям Тора и традиции. Большинство сегодняшних учителей поступают как шама, они выгоняют этих людей. Я думаю, что если бы сегодня нашлись гелелии, которые могли бы приблизить этих людей к подлинному пониманию Торы, к подлинному пониманию того же самого гуманизма, но религиозного, еврейского гуманизма, который намного глубже, чем светский гуманизм, который говорит о том, что человек бесконечность, человек сотворил по образу подобию Всевышнего, И вот идеи из Торы, которые есть, Тора это колодец знаний, которые соединяют нас с Вечностью, соединяют нас с Творцом, который бесконечен. Конечно же, есть возможность найти и излечить искры святости в идеях светского либерализма и помочь во многом еврейскому народу обрести вот это утерянное нами единство. Это лишь некая иллюстрация, некие мои соображения о том, как практически сегодня мы с вами можем применить этот подход к Гиллере. Хотя еврейская традиция в общем-то пошла путем Гиллере. Я хочу отметить, что если мы с вами посмотрим и честно зададим себе вопрос о том, как сегодня воспринимался бы такой раввин, как Гиллель, я думаю, что его бы назвали реформистом. При таком подходе к Гиюру, при таком подходе к обращению в иудаизм, он практически не предъявляет таких критериев на вход, он готов человека принять там, где он находится и дальше вести его. Он не оставляет его в неведении, дальше он будет вести его вперед. Есть другая очень красивая история о том, как Гиллель готов обучить другого такого подобного ученика, который говорит, что он верит только в письменную Тору, не верит в устную. Еще одна очень напоминающая сегодняшний день история, когда многие светские евреи говорят, ну вот то, что написано особенно у русских евреев, это характерная такая тема, вот то, что написано в тексте Тора, там 10 заповедей, это я готов принять. А то, что раввины там насочиняли в поколении к ней, да, которые никакого отношения не имеют, это я принять не готов. И большинство сегодняшних учителей поступает как шамай, они не готовы этим людям преподавать, они не готовы с этим иметь дело. Как поступает Гилель? Гилель поступает очень интересно. Гилель начинает учить этого ученика и говорит ему Алиф, вот Алиф, вот Бет. А на следующий день ученик приходит к нему и он указывая на Алиф говорит, это Бет. И ученик в замешательстве говорит, но вчера ты мне говорил, что это Алиф. Ты меня полностью запутал. На что учитель говорит ему, Гилель говорит ему, если ты полагаешься на меня, почему к тебе не полагаться на других учителей? То есть Гилель практически демонстрирует бессмысленность и бессодержательность такого подхода принимать только то, что написано в книге и отказываться принять традицию интерпретации, потому что в каком-то смысле всем нам приходится так или иначе следовать той или иной традиции. И здесь мы можем вспомнить еще один интересный пример. На иерейской истории было несколько движений, которые отрицали устную Тору. Мы можем вспомнить Садукеев эпохи второго храма, мы можем вспомнить Караимов немножко более позднее время. Их расцвет пришелся на время Саадии Гаона, Рамбом имел дело с Караимами в Египте. Если мы посмотрим на сегодняшнее состояние этого движения, в Лоде, правда, есть всемирный центр Караимов. И, ну, я еще экскурсовод по Израилю, нас туда водили, проводили для нас специальную экскурсию, поэтому всемирному центру движения Караимов. Но сколько сегодня реально есть Караимов? И сколько мы о них знаем? Какое влияние они оказывают на Игорьскую жизнь? Абсолютно практически никакое. Осталось пару десятков тысяч Караимов во всем мире. И причина, на самом деле, если мы с вами задумывались, связана с тем, что устная традиция позволяет нам интерпретировать и понимать текст в каждом поколении в соответствии с тем, что можно назвать Цаи Гейст, с духом времени, с пониманием того, то, что в каждую эпоху Всевышний привносит новые вопросы, которые у нас будут возникать. Время движется вперед. Истина Торы, она универсальна, она имеет отношение ко всем поколениям, но в каждом поколении раскрывается каким-то новым определенным аспектом. И отсюда изречение наших мудрецов о том, что голос слышен с горы Синай. То есть каждому поколению необходимо обновление Торы, то, что учителя Торы называют Хидуш, Хидуш, Хидушей Тора, обновление Торы, это то, что в принципе происходит в стенах Бейт Медраша и то, чему учат в настоящих хороших решивах подойти к новому пониманию, найти какой-то Хидуш, не просто ограничиться уже существующей интерпретацией текста, а вступить в этот диалог, стать частью этого процесса. И к сожалению, очень часто вот такого рода диалог ограничивается рамками Талмуда, рамками уже установленных книг. Наверное, в наше с вами время сегодня необходимо пособенности больше, чем когда бы для них было, когда у нас с вами есть возможность как у народа в целом иметь свое собственное государство. И мы можем с вами в государстве Израиля, на своей собственной земле не как личности, не как индивиды следовать заповедям Торы, а как общество. Построить общество, которое действительно будет руководствоваться законами Всевышнего. И это реализация замысла во многом поколений. И это, наверное, то, чего Всевышний по-настоящему от нас хочет. Как мы можем стать народом священников, находясь в диасторе? Это практически невозможно. Понятно, что реализация этих идей возможна только когда у нас с вами есть суверенитет, когда на земле Израиля у нас с вами есть своя страна, и нашему поколению выпала великая честь жить в это время, когда земля Израиля находится в руках еврейского народа. Сейчас, я бы сказал, я говорил уже об этом на предыдущих лекциях, наступает новый этап строительства Израиля, и Тора, как центр еврейской жизни, как основная, если хотите, еврейская идея, конечно же, играет центральную роль. Ценности Тора, идеи Торы, современное понимание Торы сегодня играют роль в современном Израиле, наверное, все большую и нарастающую, но пока еще недостаточно для того, чтобы мы сказали, чтобы мы пришли к реализации вот этого великолепного единства, о котором мы с вами читали на горе Синай. Ну и вот здесь мы с вами понимаем, что устная Тора это также возможность разных интерпретаций и разных подходов. И поэтому то, что вводит смятение большое количество людей, когда они сталкиваются с изучением Торы, приходят в Бэтмедраж и видят, как это происходит на практике, когда в отличие от университета, где все сидят и спокойно слушают профессора, который проводит фронтальную лекцию. в Ишивах у нас учатся в Хеврутах и учеба происходит, когда у нас есть конфликт, есть диалог двух людей, они вступают в этот диалог и у нас получается, что в Бэтмедраже сидят сотни, если это большая Ишива, таких вот Хеврут, и те, кто знает о чем я говорю, это действительно такое на первый взгляд шокирующее абсолютно впечатление производит, когда ты первый раз туда приходишь. Вот этот муравейник, который полон жизни, который шумит, как в такой атмосфере вообще можно что-то воспринимать и учиться, но когда ты входишь в эту атмосферу и начинаешь получать настоящий кайф и удовольствие от такой учебы, потому что эта учеба, как пользуется современным языком, мы сегодня скажем интерактивно. Сегодня очень многие говорят о том, что необходимо, чтобы ученики имели доступ и возможность к тому, чтобы сами, так сказать, выстраивать свое понимание, сами вести активный диалог. Сегодня есть масса подобных программ, даже светских еврейских программ, которые называются Бейт Медраж. Это не случайно. Формат Бейт Медраж это очень современный формат. Это формат, который как никакой другой соответствует эпохе постмодерна. Когда мы с вами говорим подобным мудрецам Талмуда, и те, и другие слова Бога Живого. Аллаха следует школе Гилере, но школа Шамая тоже имеет право на существование. Мы изучаем и то, и другое. Мы изучаем разные подходы, мы даем место разным мнениям, и вот эта удивительная многогранность устной Торы, она, конечно, очень соответствует нашей с вами эпохе. И чтобы проиллюстрировать это, я возьму довольно известный томудический текст сейчас, сейчас он у вас появится на экранах, это текст, конечно, немного шокирующий, потому что по большому счету этот текст я не нашел на русском языке, он будет у нас сейчас по-английски, я переведу текст, который на первый взгляд говорит нам о том, что авторитет мудрецов Торы чуть ли не превышает авторитет самого Всевышнего. Это текст из Талмуда, трактат Баба Мецея, он сейчас появился у вас на экране. У мудрецов был спор по поводу не столь сейчас важного, по поводу чего, по поводу Танур Шалахна и некой печи. Нас сейчас не столь интересует техническая сторона вопроса, и в этом споре Рабелезер приводит аргументы пророческого почти характера. Рабелезер после того, как ему не дается доказать свою правоту, логически он говорит им Аллаха к мути, если Аллаха следует моему мнению, харуф зэйухех, пусть это дерево, которое стоит передо мной, пусть оно докажет мою правоту. И что происходит, дерево неэкар харуф минкумо мэа ама отпрыгивает на 100 амот в сторону. Слушайте, чудо, произошло чудо, мы видим, что природа Всевышний согласна с Рабелезером. А есть, которые говорят, что на еще больше расстояние отпрыгнуло дерево. Амруло эль-мэви-имра аминахару. Нельзя привести доказательства, будрецы не были этим впечатлены, сказали, нельзя привести доказательства, так сказать, из дерева, которое отпрыгнуло на какое-то там расстояние. Это ничего нас не убеждает. Хазар вааламам и малахак мурти ама 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 нюхих. Если так, вас не убеждает дерево, тогда вода. И мы видим, что источник повернул вспять и начал течь в противоположную сторону. Но это не убеждает мудрецов. Эйми вимрая не ама ама не приводит доказательства из источника воды. И тогда говорит раби Лезер им Аллахак мути котлей байт аминдраш хиху. Пусть докажут стены байт аминдраш в которых мы с вами сидим. И ту котлей байт аминдраш липоль. Стены уже готовы были упасть, но раби Яшуа другой мудрец который отставил противоположную точку зрения так сказать приводит свой контраргумент и говорит им талмедех хамим и нацхим за балаха атем мат им хэм какое вы имеете отношение к спору мудрецов. Это наша с вами наш с вами диспут и никакие аргументы скажем так чудотвор чудотвор ствен его чудотвор характера здесь не доказывают с точки зрения мудрецов Талмуда абсолютно ничего и тогда стены остановились перестали падать из уважения Краби Яшо но и не выпрямились остались в таком искривленном положении из уважения Краби Лезер чем же заканчивается эта история последний аргумент это аргумент на который казалось бы это Джокер это карта которая не может быть крыта ничем А Раби Лезер здесь предлагает в качестве последнего аргумента он говорит так если Аллаха следует моему мнению пусть Всевышний это сам докажет пусть небеса докажут пусть голос с неба подколь придет и подтвердит это и что вы думаете так и происходит выходит божественный голос с неба и говорит Ица подколь ваамра Малахэм Эцарабелезер что вы хотите от Рабелезера Аллаха Кмутобэ Кольмаком Аллаха следует его мнению всюду ну и казалось бы ну тут нужно поднять руки сказать Всевышний на это нет никаких аргументов мы видим что иудаизм здесь не останавливается еврейская мудрость продолжает свой натиск и вот это так широко известная еврейская наглость не случайно мудрецы Талмуда сами говорят о нас о евреях наглый самый наглый среди народов и такой не придет в голову наверное адептам ни одной другой религии ислам вообще называют в общем-то ислам само слово означает покорность образ традиционного религиозного человека человека который принимает то что ему говорят мы видим что в этом споре который основан на понимании того что хочет от нас Всевышний сам Всевышний оказывается не удел со своим божественным голосом потому что Равиашуа поднимается на встает на ноги он видимо сидел и говорит лоба шамайни написано в Торе которую ты нам дал лоба шамайни не на небесах написано это в отношении знания Торы не на небесах она чтобы ты не сказал кто поднимется мне на небо и даст мне ее то есть Тора она находится здесь на земле она не находится на небесах в простом смысле понимания того о чем говорит Тора речь идет о том что Тора доступна нам Равиашуа трактует это так что она доступна нашему разуму если наш человеческий разум наше знание наше понимание приходит к определенным выводам то эти выводы даже Всевышний обязан принимать следовать за большинством следовать за большинством это то как определяется Аллаха и большинство мудрецов не готовы принять мнение Рабелезра даже несмотря на такую мощную контраргументацию мистического характера божественного характера сверхчеловеческого характера все это не имеет отношения к процессу процессу который в общем-то подобен процессу в суде когда у нас с вами представляют разные точки зрения и опираясь на здравый смысл и на свое понимание Торы и на свое понимание истинные мудрецы должны прийти к определенному выводу и посмотрите как заканчивается этот отрывок Ашках и Рабинатан Лилия Рабинатан встречается с пророком Илья и спрашивает что Всевышний в это время делал и пророк открывает ему но мы знаем что это мистическая фигура пророка Илья который как бы периодически является мудрецом не случайно мы знаем ожидаем приход пророка Илья перед приходом Машеха он также и превозвестник прихода Машеха что же делал Всевышний в это время Кахе Хва Мар Ницху Нибана Ницху Нибана Всевышний в это время улыбнулся и сказал Мои сыновья меня победили Мои сыновья меня победили Смотрите какая удивительная вообще говоря гмара какой удивительный отрывок из Талмуда который в общем-то ну действительно наверное достояние подлинное достояние еврейской традиции ведь это не только в Усной Торе мы встречаем такой подход мы можем с вами вспомнить знаменитое место когда Авраам спорится с самим Всевышним в тексте письменной Торы история разрушения города Содом мы с вами помним что Авраам первый кого назвали еврей перешедший на противоположный берег когда все человечество оказывается в этом мире идолопоклонства Авраам делает этот свой очень важный шаг Авраам оказывается так сказать первым кто спорит со Всевышним первым кто не боится и как он с ним спорит примерно так же как здесь мудрецы которые отстаивают истину основываясь на своем понимании того чему нас учит Всевышний Торе Торе сказано следовать за большинством Торе сказано что она не находится на небесах также говорит Авраам ты меня учил милосердию и справедливости тот кто судья всей земли не сможет сделать праведного суда какой же это праведный суд если грешник и праведник умирают вместе и Авраам отстаивает идеалы самого Всевышнего такое впечатление что это именно то что Всевышний действительно хочет и мы видим это с вами в письменной Торе и мы видим это с вами в этой очень красивой истории из Талмуда из Осны Торы где подход чудотворцев мистиков те кто пытается может быть какими-то сверхъестественными способами доказать свою справедливость он не работает есть общерациональный диалог в этом общерациональном диалоге большинство большинство которое изучает Тору которое понимает Тору которое это большинство мудрецов конечно не большинство профанов которые абсолютно не знают о чем будет речь но это большинство имеет право голоса так же как и меньшинство имеет право голоса но решение все-таки принимается в соответствии с большинством. Вот это, мне кажется, очень интересное понимание для нашего с вами времени, до 21 века. Мы видим совершенно парадоксальную открытость, ну, по крайней мере, мы видим это в этих текстах Талмуда, парадоксальную открытость наших мудрецов идеям инклюзивности, в лице школы Гилея, то есть принимаем всех идеям о том, что текст сам по себе требует импутации и понимания. То, что мы с вами своим собственным разумом в состоянии понять, это то место, где мы с вами находимся в отношении этого диалога. Иначе мы были бы просто роботами. Иначе у нас не было бы возможности стать активным участником диалога со Всевышним, а Всевышний хочет именно такого партнерства и диалога. И это то, как еврейская традиция это понимает. Ну, мне хотелось привести еще один очень важный текст, где мы с вами посмотрим на ключевые идеалы, ключевые идеалы еврейской традиции в одном из, наверное, самых известных и самых важных текстов, которые относятся «Кусны Торы». Это трактат «Перкей Авод», самое начало трактата «Авод». И первая же «Мишне», которая сейчас у вас появилась на экранах. Во-первых, в предисловии у каждого еврея есть доля в будущем мире. Как сказано, народ твой, все праведники навеки унаследуют землю. Тут написано «страну Израиля», можно также привести «землю» в плане «страну вечной жизни». Они вверх в наслаждение моих созданий, а рук моих, которыми я горжусь, это отрывок из пророка Ешаяу, который традиционно читают перед изучением Мишны. В трактате «Сын и Дрин» Павелонского Талмуда это приводится, что у каждого еврея есть доля в будущем мире. Речь идет, конечно, не о том, что это некий карт-бланш, потому что в том же трактате дальше приводятся те, у кого нету доли в грядущем мире. Речь идет о том, что мы, как народ в целом, вечно. Еврейский народ – нецех, исраил, лошаки. И вот мы начинаем чтение трактата «Авод» с первой Мишны. Первая Мишна очень значительна в том смысле, что она рассказывает нам о передаче традиций. Маше принял Тору на горе Сина и передал ее Ляшу. Ляшу – пророкам, старейшинам, старейшинам пророкам, пророки передали ее мужам великого собрания. Здесь у нас есть несколько этапов передачи традиций, которые, кстати говоря, мы видим, говорят нам о разных этапах, разных этапах того, кто был лидером в еврейском народе на протяжении этой эпохи. И мы видим, что мудрецы, мудрецы Талмуда по сути начинают свое практическое учение уже от мужей великого собрания. Эпоха первого храма, эпоха знания, которое во многом было пророческим знанием, она остается все-таки частью письменной Торы. А вот уже устная Тора, по большому счету, здесь мы видим, берет свой исток от эпохи, когда мудрость, мудрец сменяет пророка, как об этом говорят сами мудрецы. Ну, один из очень известных философов, Карл Ясперс, который жил в 20 веке, в свое время говорил об о севом времени истории. Это время, когда произошло кардинальное изменение мира. Мы можем говорить с вами примерно как раз о том времени, когда мудрецы говорят нам о том, что мудрец сменяет пророка. Это время, когда заканчивается эпоха пророчества. И эпоха второго храма – это эпоха мудрецов. Она принципиально отличается от эпохи пророков тем, что теперь у нас нет вот такого прямого контакта с творцом, который был в эпоху пророков, и нам необходимо с помощью собственного знания, с помощью мудрости этот контакт восстановить. И поэтому тогда-то вот, по сути, начинает свои поучения уже с эпохи Мужей Великого Собрания. Кто такие Мужей Великого Собрания? Они жили как раз на стыке времен, на стыке этих эпох, они еще застали пророчества, и они были теми, кто учредили регулярную молитву. Причина, по которой это было необходимо, тоже, конечно, связана с тем, что они ощущали то, что пророчество уже уходит, и понимали, что теперь потребуются какие-то регламентированные вещи для того, чтобы сохранять контакт с творцом. И некоторые другие вещи, которые они сделали, здесь приводится три их основных указания. Это, наверное, особенно важно для нас с вами сегодня, когда очень часто мы с вами оказываемся во власти каких-то, я бы даже не сказал предрассудков, но каких-то очень опрометчивых суждений. И посмотрите, как работает сегодня масса в мире, как работает сегодня, у нас ведь неограниченный доступ к информации, на первых, да, у нас есть возможность с помощью Google, да, возможность узнать абсолютно все, что происходит в мире. Проблема в том, что очень часто мы сталкиваемся с не совсем объективной информацией, с не совсем честной информацией, и у нас нет достаточно времени ее обработать, потому что объем информации огромный. Очень важно судить без спешки, очень важно сохранять по возможности объективность, честность, судить, не торопясь. Выводите в люди как можно больше учеников. Учеба Торы предполагает продолжение. Очень важно, чтобы были новые поколения, которые будут продолжать учебу Торы. И эта работа, она возложена здесь, эта миссия прежде всего на лидерах поколения, но по большому счету мы знаем, Тора говорит нам о том, что отец, на него возложена заповедь обучать Торе сыну. И сегодня часто эта заповедь исполняется тем, что мы отдаем детей в еврейские школы и полагаемся на учителей, но в каком-то смысле это не снимает с нас ответственности и необходимости того, чтобы мы все-таки продолжали обучать. В каком-то смысле каждый из нас, у кого есть дети, в этом смысле учитель Торы для своей семьи, для своих детей. И выводите в люди как можно больше учеников. Это тоже очень интересно и написано действительно в оригинале. Ха-Амиду. То есть установите много учеников. Перевели как выводите в люди. Это неплохой перевод, потому что ученик – это не просто тот, кто нашпигован какими-то знаниями, получил от своего учителя, а тот, кто уже сам стал, и он в состоянии сам дальше передать традицию, и позже есть собственное осуждение, собственное понимание. Я могу привести в качестве примера одного из моих любимых учителей Торы, автора Слободки, главы Ешива Слободка в Литве, который, как мы знаем, воспитал целое поколение учителей Торы, причем каждый из них был по-своему уникальным. Каждый из этих учеников отличался каким-то своим уникальным подходом к Торе. И про алтора в свое время говорили, что еще Слободка стала центром роста огромного количества мудрецов, и сам алтор подобно известному Медрашу об Ангеле, который каждой травинке говорит «расти, расти, расти». И вот, наверное, эта функция подлинного учителя, эта функция прежде всего дать вдохновение, дать знание и дать благословение роста, потому что просто взять под одну гребенку, под одно лекало и воспитать большое количество солдат, это, наверное, все-таки не то, совсем не то, что нам с вами необходимо. И, ну, я хотел также обратить внимание на третье. Возведите ограду вокруг закона. Возведите ограду вокруг закона – это функция мудрецов, и это то, чем занимаются мудрецы всю эпоху. В общем-то, вплоть до сегодняшнего дня мы можем вспомнить огромное количество, собственно, основа сегодняшней еврейской традиции. Основа сегодняшней еврейской традиции – это действительно та тора, которую мы с вами получаем из поколения в поколение, я прошу прощения, мне не удается выключить телефон, постоянно звонят. И тора, которую мы с вами получаем из поколения в поколение, это тора, которая обновляется, но тора, которая требует также охраны. Отсюда заповеди мудрецов, отсюда понимание того, что тора – это не только то, что написано в книге, а это и практика жизни, и есть понимание того, что, например, в Талмуде есть такое понятие маосе. Маосе – это то, чему учитель на личном примере учит учеников. Тоже очень важный аспект. Я также хотел обратить ваше внимание на следующую мечту, этим мы с вами закончим. Шимон Мацадик, один из последних ученых эпохи Великого Собрания, говорит нам о том, что мир стоит на трех основах. И первая из этих основ, конечно, изучение тора. Следующее – служение Всевышнему. Это в нашем современном контексте прежде всего молитва. И третье – добрые дела, милосердие. Ну, если мы с вами представим мир трехмерным, таким, собственно, он является, у нас с вами есть измерение взаимоотношений человека и Бога, и это служение Богу. У нас с вами есть взаимоотношения человека и, как мы говорим, его друга Бенадам Лехаберо, и это добрые дела, это необходимость воспринимать мир не как место, которое нужно получить что-то, а как место, которому нужно что-то дать. И каждый из нас может стать благословением для окружающих. Что же тогда тора? Какое же это третье измерение? Я думаю, это измерение глубины. Это измерение, может быть, самое важное для нашего с вами мира сегодня – измерение глубины, измерение понимания того, что каждый из нас – это целый мир, и мы в состоянии открыть новые смыслы в Торе. Нам требуются, конечно, годы учебы, нам требуется желание. И вопрос о том, как сделать тору сегодня актуальной для 21 века, как сделать так, чтобы эти три основы мира – изучение тора, служение и добрые дела, чтобы они действительно были реализованы. Это вопрос, который я, наверное, оставлю открытым, но все-таки добавлю несколько слов здесь в заключении этой лекции, то, как я это вижу. Мы сегодня этих идей в общем-то уже коснулись. Мы говорили о том, что тора может, наверное, должна быть инклюзивной, должна быть включающей всех. И тора сегодня должна, наверное, быть открытый диалог. И, наверное, хотелось бы увидеть тору сегодня 21 века, который изучают абсолютно во всех кругах. Вот в свое время появилось такое довольно небесспорное новое понимание светских ешив, ешив для людей, которые не готовы к соблюдению заповеди полностью, но при этом находят определенный смысл в изучении торы. И надо сказать, что традиционные мудрецы отнеслись к этому весьма и весьма неоднозначно. Мое отношение к этому, я считаю, это очень важный шаг вперед. Ведь, по большому счету, тора – это то, что должно стать центром в жизни еврейского народа. И как это будет происходить? Это может происходить только если по-настоящему большое количество евреев будет вовлечено в учебу тора. И мы, наверное, можем здесь воспользоваться советом Гилеля. И прежде всего в нашем подходе к окружающим, в желании приближать их к торе, помнить о том, чтобы не делать другому того, чего бы вы не хотели, чтобы делали нам. Мне хотелось нам всего этого пожелать. И также пожелать, чтобы в этом году мы с вами нашли какие-то новые смыслы, новые открытия в этом очень непростом празднике Шивот в этом году. Потому что многие из нас, к сожалению, по крайней мере в Америке, еще не смогут прийти в синагогу. И для многих это будет день, когда они окажутся только в кругу собственной семьи. Может быть, как раз это время, подходящее для диалога с близкими, с теми, кто будет вокруг вас, взять какой-то заранее подготовиться. Помните, как мы сегодня изучали? Дарование тора требует подготовки. Найти какой-то отрывок, который мы заранее с вами можем изучить, вместе обсудить. И вот это обсуждение, вот, Деврей Тора, именно слова тора, это то, что, наверное, является основой, в общем-то, еврейского образа жизни традиционного, который, как мне кажется, сегодня в современном мире нам нужен больше, чем когда бы то ни было. И этот диалог на нас со Всевышним, всего нашего народа со Всевышним, мне кажется, по-настоящему сделает нас ближе друг к другу тоже. Чего мне хочется всем нам пожелать. И спасибо. И, ну, собственно, я готов к вашим вопросам. Я хочу посмотреть, что написано в чате. Тут у нас есть. Меня всегда забавляло, что в этом изложении родинской традиции передачи знаний Тора от пророков необъяснимым образом отсутствуют корены, несмотря на первоисточник. «Отголоски борьбы фарисеев и саддуки». Это интересно. Это интересно. Я в таком контексте об этом не думал, Дима, но возможно. 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 На самом деле, конечно, коины были в свое время, мы знаем, мы читаем об этом. Сифте коины шмыруда, турай вакшамупиу. Коины были источниками, в том числе, и мудрости еврейского народа. Должны были быть учителями Торы, но мы видим, что действительно традиция, которая пришла к нам от Прушим, она намного более демократична. Вполне возможно насчет отголоски борьбы с саддуками. Там действительно была такая жреческая знать. И это, да, это вполне возможно. Есть какие-то комментарии, вопросы, что-то, что вы хотели бы добавить? Я рад буду вас услышать. Все молчат, никто ничего не говорит. Ну, если нет, то тогда, наверное, я хочу пожелать всем замечательного праздника, дарования Торы. Давайте к нему подготовимся и проведем его в этом году на подъеме. И чтобы у нас было много хедуши, много нового понимания Торы. И чтобы мы действительно нашу Тору сделали по-настоящему живой. Ибо в этом сила, собственно, еврейской традиции, живая Тора, Тора Тхаин. И всем замечательного праздника. Натан, ты с нами? Да, конечно. Ну что, я думаю, если вопросов у нас нет, наверное, мы можем заканчивать или есть вопросы у нас? Люди пишут спасибо. Спасибо всем. Если есть какие-то вопросы, я с вами еще пару минут. Если нет, то всем замечательного праздника. Я думаю, что народ обдумывает. Окей. Будем надеяться, что будут в следующий раз вопросы. Окей. Ну что, тогда мы на этом заканчиваем. Да, и Натан, если можно поставить ссылку на мой канал, я буду... Да, обязательно. Спасибо. Спасибо. Окей. Всем счастливо. Пока. Хак Самээх. Всем.